Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы, отталкиваясь от текста Евангелия от Матфея, 5 глава, 1 стих, зададимся следующим вопросом. Какое значение имеют детали и уточнения, которые мы видим в разных библейских текстах? И прочитаем Евангелие от Матфея, 5.1. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». На какие слова мы обратим здесь внимание? Увидел, взошел на гору, сел, приступили к нему ученики его. Начнем с первого слова «увидел». Увидев народ, он зашел на гору. Какое значение имеет это слово «увидев»? Оно указывает на то, что Христос что-то увидел. Сразу возникает аллюзия с другим отрывком из Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 по 49 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанайла, говорит о нем «Вот подлинный израилетянин, в котором нет лукавства». Нафанайл говорит ему «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанайл отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Почему такая реакция Нафанайла? Она связана с тем, что то, что происходило под смоковницей, было известно только Нафанайлу, как он мог думать. Скорее всего, он молился, обращаясь к Богу, с вопросом, когда же придет избавитель еврейского народа, мессия, хам ищиах, и принесет избавление от языческого порабощения. Конечно, в этом была серьезная ошибка еврейского народа. Они ожидали мессию как военно-политического лидера, который сбросит иго римских оккупантов, уничтожит язычество во всем мире и поставит евреев священниками и царями над всеми народами. Но Христос действительно пришел для того, чтобы убрать оккупантов, потому что все – и римляне, и греки, и евреи, и скифы, и варвары находились под оккупацией дьявола и его бесов. Христос приходит в этот мир не для того, чтобы освободить один еврейский народ, но чтобы освободить все племена, народы и языки. Для нас очень трогательно то, что Господь видит своих. То есть, как истинный Бог, Христос проницал и прошлое, и будущее каждого человека. И Он видел своих, смотря на толпу, Он обращался всегда к теме, о ком уже знал, предвидел, что они примут это слово и растворят его верой в своих сердцах. Детали и уточнения, которые мы обнаруживаем на страницах Священного Писания, они не случайны. Смотрите, что сказано в первом послании к Тимофею 3,16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». То есть, любой текст несет на себе какую-то нагрузку, текст из Священного Писания. И не только текст, но отдельно взятые буквы, они тоже несут некое значение, назидание, наставление для нас. Об этом говорит сам Христос. Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. «Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». «Черта и иота» – это самые маленькие знаки, надстрочные и подстрочные в еврейском тексте. Давайте посмотрим, что писал древний христианский экзогет Афраат. Это его трактат, который называется «Доказательства». Если бы дни человека стали столь же многочисленны, как и дни мира от Адама и до конца времен, и он сидел бы и размышлял о Священном Писании, то и тогда глубокого смысла его слов он не объял бы. И при мудрости Божией никто не может постичь всецело. Действительно, Священное Писание – это океан, который вмещает в себя начало мира, сотворение мира за шесть дней, сотворение Адама в этом мире и всю историю человечества до конца. Книга Откровения Иоанна Богослова показывает нам, чем все это закончится. Каждый из нас живет во времени, проживает определенный отрезок времени и покидает этот мир. Кто-то родился в 80-х, кто-то в 90-х, кто-то в 60-х, а кто-то в 20-х. И чтобы нам распознать замысел истории этого мира, нам надо видеть всю картину от начала до конца. Библия – это та книга, которая дает нам повествование именно от начала и до конца. Христос есть подлинный смысл человеческой истории, как Он сам говорил о себе, что Он есть Альфа и Омега – начало и конец. «Взошел на гору, Господь восходит в горные области, чтобы увлечь Собою к высотам и толпы. Но толпы не в силах взойти, и за ним следуют только ученики. И Он говорит только им, причем не стоя, а сидя и как бы умолившись». Это точка зрения блаженного Иеронима Стридонского, его комментарии на Евангелие от Матфея. Мы уже с вами касались этого вопроса. Действительно, Христос обращался прежде всего к ученикам, «Ибо народ приблизился к горе для того, чтобы стать свидетелем чудес, а ученики приступили для наставления вере». Блаженный Иероним отталкивается от того, что на латыни слово «сел» буквально «жатый», как бы самоограниченный. Иероним Стридонский говорит об одном из проявлений божественного кеносиса, то есть самоуничижения. Если кто-то из вас был на Святой Земле и были на этой горе, на горной проповеди, то это небольшая гора, ее удобнее назвать даже холмом. То есть это проявление божественного кенозиса, дарая ученикам заповеди блаженства на горе, Господь не является перед ними во всей своей славе, как, например, в день преображения на горе Фавор. Фавор – это действительно реальная гора, которая поражает тем, что она на равнине и имеет абсолютно правильную симметрическую форму. На Фаворе он явил свою славу, чтобы, когда ученики увидят его распятым на кресте, они бы понимали, что эти его страдания, они есть страдания добровольные. А здесь он восходит не на самую высокую гору, как бы оправдывая тот факт, что он стал человеком, как апостол Павел пишет, подобен нам во всем, кроме греха. Хроматий Аквилейский в трактателе Евангелия от Матвея пишет, «Собираясь привести своих учеников от земного и низменного к возвышенному и небесному, Господь зашел на гору в оливковой роще, чтобы через значение самого слова явить дар Божьего милосердия». Ведь оливковая ветвь – это символ примирения с Богом. Итак, Господь зашел на гору, продолжает хроматий Аквилейский, чтобы своим ученикам, оставляющим земное и стремящимся к небесному, передать наставление небесных повелений и щедро раздать божественным даром предвещенные некогда благословения. Хотя Христос обращается как бы только к ученикам, через учеников Он обращается и ко всем другим людям. А вот что пишет блаженный Августин, это его трактата на горные проповеди Господа, «Если исследовать, что означает гора, то хорошо понять, что она символизирует высшие заповеди праведности, поскольку те, что были даны иудеям, были меньше». И апостол Павел пишет, что заповеди Ветхого Завета, они больше относились к оплоти, к человеческому телу, чем к духу. Августин продолжает, «Единый Бог через святых пророков и своих служителей согласно вернейшему распределению времен дал меньшие заповеди народу, которому надлежало тогда быть связанным страхом, а высшие заповеди через своего сына он дал народу, которому уже подобало освободиться любовью». А как мы знаем из Нового Завета, в любви нету страха. А вот что о кинозисе Христа, сидящего на горе, пишет блаженный Феофилакт. «Восходит на гору Господь, научая нас ничего не делать по тщеславию и напоказ, видя великое множество собравшегося к нему народу, он сел и начал учить его ни в городе, ни на площади, чтобы могли видеть его многие и хвалить, но на горе в пустыне, где не было никого, кроме душевно желавших получить или видеть исцеление». Это действительно был момент смирения, когда Господь восходит на гору, и, находясь на ней, он начинает обращаться к людям. Эта гора не посреди города, она ближе к пустыне. И так сел, чтобы уменьшиться, приблизиться. Приступили ученики, потому что проявляли ревность и дерзновение в желании слушать слова Божии. Итак, мы видим, какое значение имеют детали и уточнения ни одного лишнего слова. Поистине, ни одна черта, ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Будем внимательнее читать Священное Писание и обращать внимание на каждую деталь и на каждую подробность. Спасибо вас, Христос! Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать сообщения о новых беседах и берегите себя.